Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то выскажу, что так. Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Всем доброго дня, здравствуйте. Олег Пек и Александр Шунин вместе с вами. Как мы и обещали, в нашей студии появился долгожданный гость, психолог теле- и радиоведущий, писатель, автор многих книг. Хочу и буду принять себя. И вот недавний «Люблю и понимаю», который буквально не так давно читал, держал в руках. Михаил Александрович Лапковский. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы заранее уже договорились, потому что, наверное, в первое сентября как-то задает тему, может быть, детскую. Я знаю, что у вас будет публичная онлайн-консультация на вашем сайте, так что, может быть, тоже не будем, ну, с одной стороны, отнимать хлеб. А с другой стороны, проанонсируем. Отнимайте, отнимайте, отнимайте. Спокойно. Хлеба на всех хватит. Хлеба точно. Ладно, чтобы дети поели. Самое главное, вот, наверное, вопрос, который занимает родители, как увлечь ребенка учебой. Вот недавно смотрел фильм «Молодой человек», и там как раз была ситуация... Хороший, я тоже сказал, клевый фильм, да. Смешной, ну, очень жизненная ситуация. Ну, выросший уже ребенок обвиняет маму в том, что она решила его детство. То есть он сидел, занимался с репетиторами, рядом балбес, вот просто сдал по шпаргалкам экзамен с теми же самыми оценками, да еще и потом в жизни устроился лучше, чем он. Вот возникает вопрос, а зачем учиться вообще, что дают знания? Ну, давайте, да, интересную тему, поговорим, тем более у меня нетрадиционные отношения к этому учебному процессу. Значит, речь идет о том, что у многих родителей есть А. Представление о том, как правильно жить. Туда вписываются такие вещи, как хорошая школа, хороший университет, хорошее образование и, как следствие, хорошая работа. Работа общества, которое тебя окружает и так далее. Вторая проблема этих же родителей и других родителей, что они люди с комплексами, в жизни сами не получившие образование, не заработавшие денег, и они считают, у них такая, ну, навязчивая мысль, идея, да, что дети должны самые лучшие получить, а самые лучшие – это хорошее образование и так далее. Что я могу на это сказать? Что, к сожалению, для этих родителей так это вообще не работает. Я обычно, в пример, привожу знаменитую историю между Джаной Ролинг, которую вы все знаете, и ее парнем, которого не знает никто. История-то была в том, что она училась, как я сказал бы, в церковно-приходской, в какой-то дерьмовой школе, ну, в смысле, в университете, никому неизвестном. А ее парень, которого, она за ним бегала, он учился в Лиге Плеча, в самой престижной университете мира. И над ней все иронизировали, что она, как это, со свиным рылом, да, в калашный ряд, то, что по-русски называется. Обратите внимание, я говорю, парень, парень, знаете, почему? Я не знаю, как его зовут, и никто не знает, как его зовут. Зато все знают, как зовут Джан Ролинг, а если кто-то не знает, ее состояние 2 миллиарда. Она у нас в Великобритании живет, в фунте стерлингов. Ну, делайте вывод сами. Ну, а давайте немножечко с другой стороны зайдем. Та же самая история. Вы описали, в принципе, вот школа, детский, точнее, детский сад, школа, университет, там, Лига Плюща, в принципе, срез британского общества. Оно кастовое, да, не без этого. Но, тем не менее, приведенный вами пример, это скорее исключение, чем правило. Потому что в любом другом примере этот самый парень, который закончил старейший университет, и его воспитывали определенным образом с детства, он как раз-таки показал бы лучшие результаты. Мы их можем мерить материально, в миллиардах, там, в любой валюте. А мы можем в престижной профессии или в каком-то другом самоутверждении в жизни. Просто роллинг оказалось талантливее его, ярче, как личность. Ну, во-первых, видите, да, как-то талант никак с образованием напрямую не связан. Но я хочу и на вашу реплику ответить. Дело в том, что хорошее образование нужно для наемной работы. Когда вы получили хорошее образование, и вы становитесь на рынке труда в очередь для получения престижной и хорошо оплачиваемой работы, ваше образование учитывается. Но если вы хотите заниматься бизнесом, вы можете даже в школу не ходить, потому что 60% миллионеров США вообще не имеют образования. Но я имею в виду высшее. И вот, знаете, такой, как это, торт, и наверху вишенка по фамилии Цукерберг, который один из самых богатых людей в мире и не кончил университет, если вы не в курсе. Ему сейчас дали уже почетного, но вообще, когда он стал миллиардером, он не закончил университет. К чему я это все рассказываю? Я не против хорошего образования. Я против того, чтобы над детьми издевались, чтобы их мучили, чтобы детям... Кстати, давно уже психологи выяснили, что опережающее обучение ничего не дает. Например, изучение в три года иностранного языка, октажнохождение на все возможные курсы и кружки, как-то футбол, музыка, я не знаю, танцы, плавание и так дальше. Это все, и особенно если ребенок не хочет, ни во что не превращается дальше. Особенно никому не нужен язык. Любой ребенок на полгода, как сказать, погруженный в языковую среду, без этих издевательств и так будет без акцента говорить на английском или на французском и так далее. Но, вы знаете, к сожалению, многие родители, озабоченные вот этим престижем, они ребенка с утра до ночи куда-то отправляют. Если ребенок хочет, другое дело. Но обычно дети плачут. Какой нормальный ребенок? Золотые слова, Александр, вот и я об этом. Но с другой стороны, ведь есть пример Татьяны Логиновой, которая уехала в Америку, была домохозяйкой у Мартина Скорцеза, дочка ее Мила, она ее таскала по всем кастингам, заставляла ее работать, та плакала, упиралась, но затем сказала маме спасибо, когда стала голливудской звездой. Мама не могла в силу языкового барьера, но вот дочку смогла. Вы знаете, это психология жертвы. Она заключается в том, что над вами сначала издевается, вас заставляет сидеть над пианино по 20 часов в сутки, говорит, ну, эти Моцарт появился. Маме скажут спасибо. Я проводил эксперимент к вопросу о Логиновой. Значит, зал на 1200 человек. Я задаю вопрос, кого из вас в детстве водили в музыкальную школу? Ну, я так без школы обошелся, преподавателем полгода занимался, бросил. Значит, примерно человек 700 поднимает руки. Я говорю, а теперь поднимите руки, кто из вас за последнюю неделю подходил к инструменту. Человека 4. Вы тоже, я думаю, вопросы. Я попадаю в то большинство. Но я дико жалею. И осознанно жалею. О чем? Я из-под палки закончил. Честно. Через кровавые слезы. А зачем? А зачем? Ну, сейчас я жалею, потому что я потерял навык. А мне дико интересно. А вспомнить уже не могу. Так времени не хватает. Ну, это ваш выбор. Правильно. Мне на все не хватает времени. А это я бы уже умел. И мне не надо было тратить ни деньги, ни нервы, ни время. Если бы вы профессионально занимались, вы должны были, как любой спортсмен, мышечную разыгрывать каждый день, конечно. Дело в том, что это садом из-за хистической истории, что мне сейчас будет плохо, зато я потом скажу родителям спасибо. Не должно быть такого, что вам сначала должно быть тяжело, а потом вы будете счастливы. Во-первых, вы не будете счастливы. Если вы все что-то преодолеваете, и через кровь и пот и слезы, то хорошего в этом ничего нет. Есть дети, которые хотят чем-то заниматься. Но тут надо иметь в виду одну особенность. До 12 лет у ребенка не сформирован устойчивый интерес, и он все бросает. Родители это жутко бесят. Они тратят деньги, тратят силы и время. И они потом начинают заставлять, потому что им обидно, потому что они... Уложились. Ну, конечно, и деньгами, и тут мать после работы бегает, тебе коньки завязывает фигурные, а ты бросаешь, то она с тобой ходит, платит деньги, платит или по музыке, и так дальше. Родители должны понимать, что это дети, что они могут, имеют полное право все бросать, потому что у них психика так устроена. У некоторых после 12 лет более-менее начинается устойчивый интерес к чему-либо. Так что, дорогие родители, если вы готовы там неделю ходить, потом полгода не ходить, то пожалуйста. Ну, это же нормально, такой период экспериментов. Попробовал одно, попробовал другое. Александр, маме, хотите спасибо сказать? Вы же не попробовали, вас же заставили до конца дойти. Я сейчас рассказываю свою историю со своим ребенком. Мы, например, пробовали черти что. Вот видите? Я позволял начинать бросать, начинать бросать, и я говорил, что мне, например, главное, чтобы ты попробовал, понравится продолжить, не понравится. То есть не заставляет, как ваши родители? Нет. Вот, а я могу сказать свою историю. То есть музыкальная школа меня несколько раз отвели туда, после чего мне говорили, ну, представь себе, ты вырастешь, придут в гости, ты сядешь к пианино, сможешь что-то сыграть. Вот после этих нескольких слов, я сказал, маме, ты знаешь, вот у меня есть ощущение, что я не захочу сыграть, давай я просто не буду тратить. И потом тогда уж лучше на гитаре, а то по гостям с пианино тяжело ходить будет. И она согласилась, то есть она сказала, что хорошо, окей, все, тогда не будем. Знаете, напомнила мне знаменитый грузинский анекдот, как грузинский папа дарит своему семилетнему сыну золотой пистолет. И сын идет гулять, приходит, и у него нет пистолета, у него вместо пистолета часы золотые. И папа говорит, сынок, а где пистолет? И говорит, папа, посмотри, это выгодная сделка. У меня теперь часы золотые, это намного дороже. А что отец говорит, сынок, придут бандиты, убьют твоих родителей, сестру изнасилуй, что ты им скажешь? Полшестого? Вот это к вопросу, иди учить пианино, тебе пригодится в жизни, да. Не пригодилось. Ну так, ваш пример, анекдот как раз таки иллюстрирует, что родители часто бывают. Да, анекдот. Вы знаете, не могут быть правы, заставляя ребенка вообще что-либо делать. Хорошо, в этой связи вопрос. Ну тогда вообще пустить на самотек? Другая крадность получается? Любимая тема, Александр, да, пустить на самотек. Дело в том, не, но если не заставлять, если не принуждать, должна быть какая-то золотая середина, но все-таки между ответственностью, экспериментами, там, приучением к определенной дисциплине. Смотрите, дисциплина, давайте так, она должна иметь какой-то смысл. Ну, например, у ребенка должны быть убраны игрушки, или там, постелена кровать, или, когда он чуть постарше, он должен вымыть за собой тарелку. Я обеими руками за. Туда не входят необязательные программы, кружков секций и других занятий. Более того, во всем мире, практически во всех странах, родители обязаны дать ребенку образование. Если ребенок говорит, я не хочу учиться в школе, родители не могут сделать так, чтобы он нигде не учился, потому что во многих странах за это, я не знаю, в Латвии на штраф тоже платят. Да. Во многих странах это как бы не выбор ребенка. он может учиться дома, индивидуально, я не знаю, еще как-то. В школу может не ходить, но он должен получить образование экстернатом, заочно, как угодно. Так вот, вы ребенку говорите, например, сынок, убери свою комнату, потому что это не дисциплина, это ты просто живешь здесь. Поэтому это твоя обязанность. Ребенок, конечно же, все дети нормальные, только с десятого раза понимают, это не всегда. Ее не убирает. Тогда вместо скандалов, криков и все остального ребенка, я не знаю, там пропадают игрушки. Мама говорит, вот видишь, им не нравится в этой грязи жить, поэтому они от тебя ушли. Если хочешь, чтобы они вернулись, начинаю убирать. Уберет. Но когда вы говорите, что нам нужна дисциплина ради дисциплины, а то что, с ребенком у нее проблема с головой какая-то, он неадекватный, что с ним будет? Он превратится в животное. Вот эти страхи, к сожалению. Плюс агрессия родителей заставляет просто ребенка, ну как сказать, что-то делать, что вообще не имеет никакого смысла. Я когда, вы знаете, в разных армиях мира есть свои заморочки. В советской армии бойцов заставляли, это называлось, отбивать угол, чтобы у тебя постеленная кровать имела складку, вот перпендикулярную, вот горизонтальную часть одеяла испадающая, чтобы прямо шов был. И подушка должна треугольником стоять. Попал я в израильскую армию. В Израиле просят одеяло сложить с восьми углами. И на это уходит еще дикое количество времени. Там есть офицер-воспитатель, такая должность. Вот, ты приходишь в казарму, тебе показывают, как складывать, ты нифига не понимаешь. Складываешься, вся казарма складывается, вся рота. Он терпеливо, правда, песок бросает, ты обратно достаешься из песка, тряпишься, еще раз, пока не научишься. Вот это мне напоминает, но это такие армейские, ну, я не знаю, бред какой-то, короче, армейский. Но ребенок должен вырасти свободным человеком. Ну, вот как раз по поводу свободы. Многие говорят о том, что эти кружки, эти дополнительные занятия, они как бы занимают это свободное время ребенка, чтобы у него не было времени, не знаю, там, курить, там, болтаться с нехорошими компаниями, встречаться с нехорошими людьми. Вот он просто под контролем, и это, ну, все равно уж попробует. Во-первых, Александр прав, во-вторых, Олег, если позволит, я вам отвечу на эту реплику. Дело в том, что это называется заорганизованность. То есть, ребенок чувствует себя как в тюрьме или в армии, у него нет ни минуты свободного, в тюрьме чем-то занят, потому что родители боятся, что если он не будет занят, то начнутся плохие компании и все остальное. Что происходит на самом деле? Ребенок, который не имеет выбора, конечно, как правильно сказал Александр, попробует, и это будет уже не смешно, потому что ему будет не 13 лет, а 25-30, когда многие уже развелись, и женщины, например, и в это время и ребенка родили, он начинает курить траву, нюхать кокс и так дальше. Оно вам надо? Лучшее, когда вы ребенку, во-первых, даете время, чтобы он сам себя занимал. Это ему надо, вот это свободное время, чтобы он научился сам себя занимать. Понимаете, если он у вас все время чем-то занят, то, что вы ему придумаете, он так и не понимает, а что ему самому-то делать? У нее нет ответа на этот вопрос. Он как будто все время в казарме живет, где отцы командира за него все решают. Поэтому я считаю, что ребенок должен минимум 2 часа в день. Слушайте, а откуда у него свободное время? У него даже в детском саду занятия, а про школу я вообще молчу. 2 часа в день он должен сам себя занимать. Родители ему включают мультфильмы, дают гаджет, это очень плохо. Надо, чтобы он просто себя чем-то занял, научился себя занимать. Вот что я думаю на эту тему. По поводу учебы, вот если ребенок не хочет учиться, то есть у него просто нет желания, он пришел из школы и говорит, я больше не хочу ходить, или у него проблемы с учителями. Вот что нужно делать родителям, чтобы нужно искусственно поддерживать, делать с ребенком занятия? Давайте разберемся. Значит, начнем вот с чего. Я не знаю, в Латвии как принято, когда ребенок в первый класс поступает, там есть тестирование какое-нибудь? Вот у меня уже давно ребенок закончил. Давно не поступал. Не подготовлено совершенно. Ну, во многих странах есть, ну то, что ребенок соответствует психологическому возрасту, то есть он может учиться, да? что он адекватный. И он задает очень простые вопросы, как человек, который 10 лет отработал в школе, я их помню наизусть. Как тебя зовут? Как зовут твоя мама? Какой сейчас день недели? Сейчас утро, вечер, сейчас зима или лето? Ну, такие простые вопросы. Ну, есть такой вопрос тяжелый, типа посчитай до 10 туда-обратно, но ребенок не обязан этого делать. Вот. Школа при этом берет на себя обязательства его обучать, имея в виду, что он абсолютно адекватный ребенок, и он обучаемый. Если ребенок вдруг начинает не хотеть учиться, для этого должна быть причина. Его обижают, ему плохо, ему некомфортно, настолько тупая учительница, что она все время орет, он вообще не понимает, что она ему объясняет, и так далее. Вот с этим надо разбираться, почему вдруг ребенок, которому 6 или 7 лет, который вообще в рот смотрит учителю, вдруг не хочет стучиться, что произошло. Но так же не происходит, начинается по-другому, ты не чертание делаешь, ленивый, вырастешь идиотом, ну и начинается вот то, что уроки с ним делать и так далее. Уроки вообще не надо с ребенком делать. Зачем? А если у него проблемы, он не понимает, что... Если ребенок сам не понимает и сам задает матери вопрос, то она только в рамках его вопроса исключительно с ним пытается решить этот вопрос. То есть, вот что непонятно, не давай я тебе проверю, что нам задали, покажи собранный портфель, расскажи стишок, который ты... Он говорит, вот я не понимаю условия задачи, давай читать, давай разбираться, все. И вместо него не надо учить уроки. Здесь же есть опасный такой момент. Если не доглядеть в самом хорошем смысле, ну, по крайней мере, как я себе это представляю, можно что-то запустить. Это будет только как снежный ком накапливаться. Ну, упустил какую-то тему, не понял сегодня, не поймешь завтра еще больше. Если сам ребенок, ну, он же ребенок... Боится, там сказать, он боится, что родители рассеют. Недостаточно взрослый, чтобы диагностировать себе эту проблему и обратиться за помощью. То есть здесь что? Опасность не проявить тот самый контроль, или сразу договориться с ребенком на берегу. Слушай, я не лезу, потому что ты самостоятельный. Ну, да, лучше договориться. Но, пожалуйста, как только чувствуешь какую-то слабину, сразу обращайся, тогда помогу. Как правильно действовать? Да, но, Александр, вы с одной стороны правы, с другой стороны вы придаете избыточные значения образованию как таковому. Вы почему-то думаете, что от этого зависит жизнь. Жизнь от этого не зависит. А, кстати, потом я хотел спросить вообще, зачем образование? Я спросил, зачем человеку позвоночник, чтобы голова в трусы не провалилась. Для этого примерное образование. Не для чего. Дело в том, что сейчас в мире самое лучшее образование призвано финское. Вы в курсе вообще? Первое место в мире по образованию занимает Финляндия. Я знаю, даже в Латвии есть школы по финской методике работающие. В Финляндии нет экзаменов. В Финляндии никто не... Вот то, что вы спрашиваете, не интересуется такой проблемой, типа, понял ребенок или не понял. Если ребенка это как-то занимает, он может обратиться, сказать, вот я не понимаю, ему объяснять. Далее. Да, но он должен знать, что нужно обратиться. Ну, как, он сидит в классе. Нет, ну, подождите, он сидит в классе, где еще 25 человек. А если они выполняют задание, которое он не понимает, он понимает, что он не понимает. И другие-то тоже видят, что он не может этого сделать. Они помогают. Потом у них программа другая. У них программа, как бы сказать, это... Ну, сейчас весь мир переходит постепенно. В СССР была гимназическая программа. То есть она была, по сути, программой 19 века очень сильная. В 64-м году СССР по уровню образования занимал третье место в мире. Потому что денег на это вообще не выделяли. Как бывшие учители сарплаты 69 рублей, скажу точно, не выделяли. Я детей учил по таблицам и каким-то картинкам, которые были с 40-х-50-х годов. В это время в Швейцарии уже учительница закатывала тележку с дисками там. Сначала это кассеты были. А мы вот такая у нас была, это самое. Мама мыла рама, понимаете, да? И при этом третье место в мире по образованию. Сейчас 21 век. Сейчас дети изучают не там математику, физику, химию, а, например, как что-то посчитать, как понять, почему, если ты направляешь стекло на бумажку, она загорается через солнце, как страна устроена, как устроена земля. Они ближе к реальности, они ближе к жизни. Экономика, как деньгами распоряжаться, что такое акции, как работает банк. Вот какая сегодня в мире система образования. Интересная, живая и так далее. А мы, к сожалению, люди не этого поколения, а предыдущего, которые же школу закончили, мыслим, ну, честно говоря, такими советскими категориями. Вот тебе задали, учи, вот тут контрольная работа, ответь, еще экзамены в конце. А как это изменить эту систему, если получается, что готовят будущих учителей люди, воспитанные в старой методике? Уже по старой методике. Да, уже по старой методике. Когда-нибудь они умрут. И мы тоже. Все, что я могу сказать. Это не вещь. Голова все-таки провалится через позвоночник. Да. Отказываться от оценок стоит ли? Ну, вы знаете, и да, и нет. Дело в том, что были такие попытки заменить в начальной школе цифры на зверьков. Например, 5 белочка, 4 суслик, 3 зайчик. Но, как вы догадываетесь, дети через 5 минут точно понимали, что это оценки, которые выражаются через животных. Поэтому где-то надо отказаться. Где? Где ребенок начинает себя оценивать, и он такой лузер, у него не получается, он плохо учится, он из-за этого страдает. Конечно, для таких детей это большая проблема, потому что они все время чувствуют, что больше тройки они не зарабатывают в этой школе. С другой стороны, существует некое соревнование между детьми, где дети хотят проявить свой соревновательный дух. Короче, я так, вот, как вы до вслух в школе не учились, так я давно в школе не работал. Поэтому сказать трудно, но я за то, чтобы, конечно, больше за отказ от оценок. И Финляндия. В Финляндии, насколько я помню, у них 12 лет, ну, вот, начальная и средняя школа, и у них по желанию, или один экзамен за 12 лет, или по желанию ты можешь дать. Я, правда, не знаю, как они потом в университет поступают, правда. Когда говорят лучшие в мире, имеется в виду знания, чтобы вы не думали, что это, типа, детей всеми гладят по головке, поэтому они лучше всех. Нет, они знания показывают лучше, чем другие страны. А вы их как-то оцениваете, эти знания? Практически никак. А вот насчет знаний, что важнее? Что для себя, может быть, дети мне, наверное, не говорят. Вот, я думаю, так. Что вы спросили? У меня вот вопрос по поводу знаний. Когда я учился, ну, тоже вот, прекрасно помню, и в школе, и в институте, нас заставляли зазубливать огромное количество информации. И в какой-то момент, я сейчас просто оглядываясь назад, когда я не знал, не помнил дату Люблинской унии, мне там поставили, там, трояк, в общем, ужасно было. Я теперь понимаю, что я могу... Зато запомнил до сих пор. И вот я прекрасно понимаю, что сейчас мне достаточно в телефоне Люблинской унии. Ну, зачем мне это держать в голове, если я в любой момент могу это достать? То есть, вот, какие знания вообще нужны? То есть, нужны ли знания, эти все даты, числа, походов, рождений, или что? Какого... Смотрите, есть базовое образование, которые... Я не знаю этих людей, какие-то, ну, я не знаю, ученые, чиновники, которые занимаются вообще вопросами образования, да? У них есть представление о том, что человек должен получить базовые знания в каких-то областях жизни. Ну, например, в самых крутых университетах мира, насколько я помню, в Чикагском университете, который славится физикой, математикой, полтора года они литературой и историей проходят на физфаке и на мехмате, понимаете? Почему? А вот у нас такой престижный университет, наши математики и физики должны быть всесторонне образованы, понимаете? Поэтому вы учите Люблинскую унцию, я даже выговорить не могу, унию, хочу сказать унцию, да, которая вообще нахрен никому не нужна абсолютно, никто ее и не помнит, но в их представлении очень странном на сегодняшний день, это говорит о том, что вы как мама с пианино, вы можете где-то в гостях блеснуть и сказать, друзья мои, кто из вас знает, когда была Люблинская уния, а я-то помню. Давайте попробуем. Даже Александр, я прошу название, помните? Друзья мои, кто знает, что такое градуирование монохроматора? Градуирование, я... Монохроматора причем? Нет. Не просто градуирование, а я градуировал монохроматор, причем делал это на инженерной экономике. Вы градуировал. Еще как, на инженерно-техническом факультете РТУ у нас, там же, ну, как бы экономический факультет, но при этом монохроматоры, при этом, ну, тогда еще компьютеры не очень были, вся инженерная графика, сопромат был, кошмар вообще, там экономических предметов один. Один. Не знаешь, что на болтком пойдет работать? Один. Так и я не знал. Повезло. Мы говорили об оценках, вы упомянули Америку, тут у меня новость открыта, буквально мы сегодня с Олегом Уфеем ее обсуждали, ваш комментарий, пожалуйста. Школьный округ Касвилл в Миссури решил восстановить телесные наказания для учеников, отмененные в 2001 году, новые дисциплинарные меры предложили... В 2001 году отменили. Да, вообще, в 21 веке, оказывается, еще шлепали кого-то, а в 21 году вводят. Значит, родители сами предложили, им не нравился вариант с отстранением от уроков, ну, и порка станет крайней мерой, один-два шлепка для младших классов, не больше трех для старших классов. Ну, это больше подходит раздел юмора. Дело в том... Их нравы. Их нравы, да, что это фейк, скорее всего, честно вам скажу. Объясню, почему. Ну, так-то Гардиан сообщил. Ну, и Гардиан тоже люди живые работают. Значит, на сегодняшний день, особенно в США, во всей Европе, я это знаю по Израилю, любое прикосновение руками к ребенку трактуется как сексуальное насилие и влечет за собой уголовное... преследование. Таким образом, весь мир цивилизованный избавился от физического наказания вообще тотально. Когда моя дочь пошла в детский сад, ей было где-то года 4, она принесла такую бумажку, это в Израиле было, в которой было написано, что не то, что тебя бьют родители, а голос повышает, тебя пугает. Звони по телефону, мы приедем. Значит, ни о каком телесном контакте, даже речи быть, не то, что какие-то порки, а вы просто не можете подзатыльник дать ребенку. Это родители, это не в школе. И родители тоже. Ну, чужие это вообще исключено. Родители, если шлепает ребенка по попе, там, как это проблема решили? Решили очень интересным образом. Законодатели в Евросоюзе, ну, не знаю, не во всех странах одновременно, у нас там обычно французы впереди всей планеты бегут, ну, американцы, они как-то так выкрутили, что физическое наказание это полная аналогия сексуального насилия. И все, хочешь, лупи. Вот эта вся ювенальная юстиция не стала ли тоже таким вот инструментом злоупотребления очень хитрых детей? Вы знаете, чуть что не так, я вот позвоню себе. Я бы не на детей, я на тех извращенцев грешил бы, которые под стразными предлогами говорят, что вот так дочь сидит у отца на коленях, это сексуал харассмент и типа сейчас приемную семью. Вот этих больных людей, которые это все придумали, да, вот с ними надо, о них надо говорить, они есть, и они придумывают очень странные вещи и забирают детей из семьи, отдают приемную семью и так далее. К сожалению, до тех пор, пока все это не утрясется, так как немного лет всем этим законам, есть перегиба. Чтобы ребенок манипулировал, ну, во-первых, ребенку должно быть хоть какое-то количество лет серьезное, ну, там, 8, 9, 10. Трехлетний ребенок реально может так манипулировать. У него должно быть для этого причина. Зачем он хочет на перо отца посадить? С какой стати? Но, я говорю еще раз, проблемы не сколько в детях и не сколько в их манипуляциях, сколько в не совсем адекватных чиновников ювенальной юстиции, применение, которые, да, применение, которые работают. Да, я понимаю, о чем вы говорите. То про Норвегию чем-нибудь напишут, то про Англию, да, там бывает очень странная ситуация. Слушайте, я, ну, в общем, много лет работаю психологом, уже почти 40, и в Израиле я получил специальность юридическую по семейному праву. это семейный посредник. ну, это юридическое образование, оно не полноценное, то есть я не закончил никакого юрфака, я три года учился только на то, чтобы вести переговоры по опеке над детьми и разделу имущества для развода. У меня такое специфическое. И вот был случай, когда на суде ребенок говорит, я хочу жить с отцом. Ну, вроде бы там, мать присутствует, отец, но он не просто говорит, хочу жить с отцом, а он, при виде мать, начинает рыдать, биться в истерике и просить, чтобы мать вообще вывели из зала. Ну, и начали разбираться, оказывается, папа, а ребенка настраивал против матери, говорит, что она больная, что если ты даже пальто повешишься рядом с мамином, ты умрешь. он показывал какие-то картинки типа сифилиса, там проваленные носы и так дальше. А ребенку 11 лет было. У ребенка начались фобии, и он стал мать уже физически бояться. Но на суде, а там есть комиссия, которая задает ребенку вопрос, кем ты хочешь жить, да? Ну, в 11 лет ребенок может в суде высказать свое мнение. Ну, как бы ситуация понятная, ну, с папой хочет жить. Пришлось разбираться адвокату, которого мама наняла, чтобы вывести папу на чистую воду, потом ребенка лечить, потом папу решать прав за принесение ущерба ребенку и так далее. Там очень много подводных камней, это все правда. Но ювенальная юстиция, это юстиция, защищающая интересы ребенка. Другой вариант, вы их никак защищать не будете. То есть, ну, раз мы впереди, давайте вообще, пусть у детей не будет прах никаких. Это будет еще хуже. Возвращаясь вот к теме образования, очень, наверное, ну, сейчас становится актуальным, когда дети, наблюдая за взрослыми, чувствуют некоторое даже превосходство в том, что они более ловко обращаются с гаджетами, что они гораздо более продвинуты. Вдруг они осознают, что они знают гораздо больше, чем, вот, ну, скажем, Марья Ивановна, которая в классе там с кнопочным телефоном. Вот это не роняет, ну, вот насколько вот это отношение вот авторитет взрослых в глазах детей. Ну, во-первых, роняет, хотя еще больше зарплаты роняет. Учителей там просто сводят авторитет до нуля. Вот. А в Латвии, наверное, тоже небольшая зарплата. у нас сейчас идут очень большие даты. Да, учитель готовится к запасовке. Ну да, все себя бьют, чиновники, пяткой в грудь, что это самая главная специальность на земле, просто вторая после мамы, но деньги при этом платить никто не хочет, да. Зато платят тем, кто работает на заправках с газом и бензином, типа, вот он нужнее, так получается. Странный, конечно, перекос, но и когда я работал, я копейки зарабатывал, я думаю, с тех пор ничего не изменилось. Вы знаете, дети объективно, конечно, живут в другом мире, нежели их учителя, потому что разница в 20-30 лет это техническая революция уже. Это как бы был черно-белый, фрезер стал цветной. Но те знания, которые они получают в школе, все-таки учителей держат на поверхности. Есть вещи, которые дети не знают. То, что касается гаджетов, всего остального, ну, вот был тоже вопрос, а зачем нам это унии, когда можно посмотреть это для тренировки памяти, считай, как и учение стихов. Наверное, так. Ну, в принципе, в современном мире есть же такое понятие, как реверсивное образование, когда более молодые учат чему-то более зрелых. Это впервые, в принципе, в человеческой истории мы с таким столкнулись. Моя родная дочь меня учит. Я вам объясню, о чем идет речь. Когда я учился, время уже, Нет, нет, нет. Ну, я приходил анатомию, я даже помню, какое это грандуирование, я тоже помню базальные ганглии, электроэцессоятельность нейронов, только не очень помню, что это значит. То есть, прошло уже больше 40 лет. А моя дочь учится как бы в современном мире по американским учебникам, и сегодняшняя психология это так называемая нейропсихология. Сначала было 2-3 университета, там, колумбийские, в Израиле, а в Минстерии, Ариэля, а теперь это все больше и больше. О чем идет речь? Что современная психология это знание центральной нервной системы, работы мозга, префронтальная зона, там, менделевидного тела и так далее. То есть, такая биохимия, биофизика, анатомия и так дальше. Даже на грани с медициной, я бы сказал. И вот эти процессы в мозге и психологии это и современной психологии. Это привело к тому, что Юнга можно сразу выкинуть на помойку, он реально ни о чем. И даже великий Фрейд в половине своих идей тоже не то, что заблуждался. В его время была такая наука, да, она двинулась вперед. Самый простой пример. Фрейд писал о том, что гомосексуалы могут появиться из-за того, что у мальчика была агрессивная мать, он ее боялся, избегал, его тянуло к мужчину. Нет. Генетика доказала, что это генетика и все. И мать здесь вообще ни при чем. И если даже ребенок растет в гомосексуальной семье, он не может стать произвольно гомосексуалом. Так это не работает. Для этого надо родиться. Более того, вы знаете, сколько полов? Нет? 140. А не 2. Как мы думали раньше. То есть, современная психология сильно ушла вперед. И моя дочь мне очень многое рассказывает, и я с удовольствием, мне хоть 61 год, я не ревнивый, наоборот, мне нравится, когда она меня просвещает, я это выдаю тоже на лекциях и так дальше. Нормально. Реверсивное образование имеет место быть, скажем так. Что со временем у нас? Нам показывают, что еще есть. Да, еще есть несколько минут. Тогда, может быть, проблема вот в школе буллинга, например, ну вот, когда ребенка не принимают, дети, что нужно делать родить? Идти ругаться, идти... Ну, ругаться 100%, потому что это... Ругаться с кем? С преподавателем. Это он должен создать атмосферу среди детей такую, чтобы никто никого не трогал. И я вам честно скажу, как человек 10 лет отработавшей в школе именно учитель показывает на жертву. Своим пренебрежением, игнором, иногда иронией. Он так может сделать, что зачморят любого ребенка в классе. А может не дать, но это в начальной школе. В средней, конечно, от учителя мало что зависит. Он уже не является авторитетом. И там уже атмосфера самой школы. То есть, насколько у них дружные вообще взаимоотношения в школе, насколько это позитивные школы и так далее. Потому что там взрослые уже создают эту атмосферу. Но это недопустимо, конечно. То есть, в принципе, нужно родителю идти разбираться сто процентов и вплоть до перевода ребенка в другую школу. А иногда, когда дети, они существа жестокие достаточно. Был такой роман «Повелитель мух». вообще они друг друга все убивают, если их оставить в покое. Значит, иногда больных детей иногда надо даже на какое-то индивидуальное обучение перевести, чтобы другие дети его не третировали. То есть, получается, вот эти все разговоры, ты должен быть мужчиной, ты должен разобраться сам. Ребенку параллельно надо, чтобы он занимался спортом, чтобы он умел давать сдачи сто процентов. Но пока он научится, его там забьют. В том числе это одна из граней вот этого умения разобраться, знать, к кому обратиться за помощью и не бояться обратиться за помощью. Я вам читал лондон лекцию, англичане как бы славится, что это такой боевой народ, они всеми воевали, воевали. И тот отец-то стоит ребенка и говорит, мой ребенок получил по морде, дал сдачи, его сейчас отчисляют из лондонской школы. Почему? То, что тот, кто ему дал по морде, меньше виноват. Если бы этот мой ребенок пошел бы, у них инструкция есть, пожалуйста, будь учительницей, но он не пожаловался, а дал сдачу. И в этом вся проблема. То есть тот, который первый начал поднять бы наказание, если бы мой не отдавал бы, а так как он дал сдачу, это считается проступок еще хуже. Он говорит, что из мужчин-то вырастет. Уэлл Смит должен был пожаловаться учительнице во время церемонии Оскара, а не давать по морде получается тогда вот поощряется на то, что вы считаете в России всегда стукачеством, например, что вот если... Я с американцами служил в армии. Американцы просто место здрасте по любому поводу. Пишут, они считают, что это гражданская позиция. Это вы говорите стукачеством. Американцы так не считают. Они считают, что они граждане с активной позиции. Сразу заявил... Вот я во время службы в армии, но когда там русские собрались, то они анекдоты травят до утра, то им неохота идти в туалет ночью, они писают прямо на казарму. По любому поводу американцы пишут. Непорядок. Непорядок. которые сигнализируют именно о непорядке. Есть вещи, где это необходимо. Например, когда там кто-нибудь на дороге ведет себя неправильно в машине, да? Он просто сейчас кого-то убьет, вам надо лучше сигнализировать, что вы все живы остались. Но вот когда ты дал сдачу, и ты кандидат на вылет, а не тот, кто тебе дал по морде, это даже все зала вызвало удивление. Великобритания, она слоя с тем, что они все дают сдачу. А тут нет. Тут уже пошли другие ценности, не очень понятные, но вот, к сожалению. У нас вот наш трак, в смысле, целый звукорежиссер дает понять, что непорядок происходит. Главное, чтобы выше не сообщил. Завязываем. Да, Михаил Лобковский в нашей студии был. Спасибо огромное. Спасибо. Надеемся, не в последний раз встречаемся. Ждем с нетерпением продолжения. Каждый